Милена Завойчинская «Давай поженимся!» «Давай поженимся!» Проследовала длинная пауза, а затем прозвучал совершенно неожиданный ответ. «Извини, но нет». «Но почему?» Кто-то, наверное, удивится, почему ответ был неожиданным. Казалось бы, такое случается со многими. Но не хочет любимый человек ставить в паспорт штампик. Жизнь, она такая. Но это неправильно. Такое могло и может случиться с кем угодно, но только не со мной. Ведь лучше меня ему никто не подойдет, и вообще, мы же идеальная пара. Как так? Нет. Вот именно поэтому я сейчас смотрела на Макса и чувствовала, что у меня начинает дрожать нижняя губа. «Почему нет-то?» «Макс, почему?» «Не хочу». Парень, сидящий напротив меня за столиком в кафе, виновато отвел взгляд. «Что значит «не хочу»?» Я опешила. «Мы ведь все равно живем вместе уже два года. Так какая разница? Всего-то оформим наши отношения юридически». «Алис, ну пойми же...» Он тяжело вздохнул. «Что я должна понять?» «Так, не нервничаем, держим себя в руках и не скандалим. Я ведь умница, красавица и вообще замечательная девушка. А Макс шутит. Наверняка шутит. Вот сейчас он рассмеется и скажет, что это розыгрыш, и, конечно же, он мечтает жениться на мне». «Я просто не хочу торопиться», — наконец ответил он. «Куда нам спешить? Ты совершенно права. Мы и так живем вместе. Так зачем что-то менять? Я ведь и так терплю все и не ругаюсь». «А что это ты терпишь?» Я нахмырилась. «Он о чем вообще? Что значит «терпит»?» «Алис, не начинай. Все терплю. И даже привык уже есть из пластиковой и металлической посуды. И не возмущаюсь, если снова что-то пересолено или подгорело». «Вот ты опять?» Возмутилась я. «Но я же не виновата, что посуда все время бьется. Они такие скользкие, эти чашки и тарелки. Так и норовят вырваться из рук. А еда?» Нашел чем поприкнуть девушку. «Ну не дается мне кулинария. И что теперь? Убить меня за это?» «В конце концов, пельмени и замороженные котлеты тоже вкусные». Я помолчала немного и честно признала. «И намного вкуснее, чем получается у меня. Алис, я же не спорю. Ем пельмени и другие полуфабрикаты и не возмущаюсь. Заметь, я не стал скандалить с тобой даже сегодня». «Ой, Макс, ну подумаешь, футболки полиняли. Мы новое купим. Еще лучше». «Да, да, Алис, обязательно купим». Кивнул Макс и отпил кофе. «Все равно теперь выбора нет. Зря ты, конечно, засунула стираться одновременно свой красный блейзер и мои белые футболки, ну что уж теперь». Я насупилась. «Да, стирка сегодня как-то не задалась. Но я же не специально. Он-то мог бы понять». Некоторое время мы молчали. Макс пил кофе, я мрачно ковыряла тирамису. Как-то не так все пошло. Я-то думала, что это будет весело. Я предложу пожениться, хотя обычно это делают мужчины. Но ведь мы уже столько времени вместе и любим друг друга, так какая разница, кто первый произнесет это вслух. А Макс улыбнется и согласится. Купит цветы, и мы вместе сходим в ювелирный магазин, чтобы выбрать мне кольцо. Я даже присмотрела уже то самое колечко, которое и мне нравится, и Макс может позволить себе купить. А, как же я забыла. Кольцо. Вот сейчас все изменится. Макс, а у меня даже кольцо есть, — улыбнулась я. Какое кольцо? Парень аж поперхнулся кофе. Ну, в подарок, для тебя, — пояснила я, как только он перестал натужно кашлять и сморгнул выступившие слезы. Ты ведь должен подарить мне кольцо как символ любви, ну и предстоящей свадьбы. А я тебе взамен тоже. Оно красивое и дорогое, ты не думай. Алиса, — простонал Макс, — ну а что, я подумала, что тебе же будет обидно, если ты мне кольцо подаришь, а я тебе взамен нет. Алиса, не надо никакого кольца, — твердо ответил он и решительно отодвинул от себя так и недопитый кофе. И вообще, я ведь уже сказал, что не хочу жениться на тебе. На мне, — уловила я самое важное. То есть ты не вообще не хочешь жениться, а именно на мне? В ответ мне достался тяжелый вздох и многозначительное молчание. Так, чайная ложечка обрушилась на ни в чем не повинное тирамису и проложила в нем ущелье.